всем привет извиняюсь за неустойчивую камеру ну и как вы поняли из темы поговорим сегодня русском акценте тема интересная давно крутилась у меня в голове если бы не последний скандал я вам о нем расскажу это собственно я бы это видео не стал создавать скандал был следующим вот мы часто говорим что арабский мир любая спичка вызовет большой пожар арабский мир арабский мир ну и короче всегда забываем о том что есть еще один мир который зажигается от любой искры это русский мир и в последнем скандале спичкой стал известный израильский шоумен актер певец медийная личность гиди гоф который назвал нынешнего министра безопасности а викдора либермана новым репатриантом с тяжелым русским акцентом я не хочу сейчас трогать подоплеку политическую потому что вы уже все знаете этой совершенно отвратительной кампании которая развернута в израиле якобы за права нелегальных мигрантов и конечно я уже делал видео на эту тему когда совершенно отвратительным образом отношение государства израиль к нелегальным мигрантам сравнили с отношением евреев во время холокоста именно об этом и сказал либерман но я не хочу сейчас трогать эту тему эта тема не политическая я хочу поговорить именно о тяжелом русском акценте господина либермана и не только его к сожалению очень многие русскоязычные говорят продолжают говорить даже после 30 лет в стране с этим ужасным тяжелым акцентом да я бы сказал это тяжелая форма акцента вот есть тяжелая форма болезни это тяжелая форма акцента и они не считают нужным совершенно как-то избавляться или как-то стараться говорить правильно наверняка вы неоднократно слышали от разных публицистов писателей людей которые называют себя лингвистами знатоками изучения языков о том что как бы вы ни старались вы никогда не будете своими вот это вот еще одна глупость да они считают что если человек во первых уважает себя во вторых уважает язык на котором он говорит пытается говорить на нем красиво и правильно и пытается говорить на нем без акцента значит он пытается быть в доску своим вот еще одна глупость это чушь во первых акцент исправить можно при желании можно избавиться от него вообще это не составляет никакого труда если у вас есть желание это делать другое дело когда нет этого желания иногда это даже звучит нарочито вот как у либермана знаете 30 лет в стране акцент такой как будто вот он только сейчас впервые открыл книжку ивритасова учитель да и стал читать такое ощущение что человек вообще не знает как произносятся слова и очень много таких и понимаете когда бабушки сидят на лавочке разговаривают между собой на иврите да обсуждая мимо проходящих собственно тоже занятие каким они занимались там то как бы что они говорят никому неинтересно и как они говорят никому неинтересно но если ты медийная личность если ты известная личность и тем более лица которые представляют государство в качестве господин либерман слову сказать у либермана хороший иврит да он говорит на него правильно без ошибок но акцент просто жутчайший когда такой человек начинает что-то го пусть он даже говорит правильные вещи ведь что сделал гиди гоф он как гениальный шоумен знал в какую точку ударить и попал в этом случае прямо в десятку и уже никому не было важно что именно сказал либерман а все стали обсуждать то как он это сказал и какой у него акцент но вот этим вот жутким акцентом на самом деле страдают очень много русскоязычных политиков к сожалению я не знаю я считаю конечно что это просто не знаю языковая безалаберность не знаю это ужасно это бьет по уху это некрасиво это некультурно это я считаю что это просто неуважение к языку даже если согласимся скажем там ну процентов на десять с тем что действительно где-то при разговоре как-то в каких-то словах и выражениях при какой при произношении какой-то буквы у вас все-таки будет проскальзывать акцент я кстати не говорю только о русском акценте потому что когда говорят французы с их жутким французским акцентом это тоже смешно и ты тоже всегда уже думаешь не о том что тебе человек говорит о том как он это говорит и смысл сказанного теряется и это очень жаль вроде бы ли берман сказал правильные вещи все посмеялись и все особо обидно когда это делают люди которые представляют государство я считаю что если ты уважаешь язык на котором ты говоришь и в первую очередь уважаешь себя да то я пытаюсь говорить красиво и правильно также как я пытаюсь красиво и правильно говорить на русском языке также красиво и правильно я пытаюсь говорить на иврите почему у меня отношение к ивриту должно быть другое это тот язык на котором я сегодня живу на котором я живу на котором я работаю и по большому счету я частное лицо я не либерман я не софа ландвер я я не отношусь к этому истеблишмент который представляет кого-то да пусть даже секторально кого-то представляет но тем не менее это лица государства у них есть трибуна в парламенте и когда человек пусть он даже говорит правильные вещи поднимается на эту трибуну и начинает говорить с отвратительным акцентом ничего кроме смеха это не вызывает и издевок подобно той издевки которую вот ты сказал гидигов а он кстати попал именно в десятку у меня в жизни был случай я категорически выступал против того чтобы одна из учительниц которая была учительницей математики у моей дочери продолжала вести математику в этом классе в классе моей дочери она была русскоязычная может быть она гениальный математик я не знаю может быть она даже отличный педагог но она не в россии не в ленинграде откуда она приехала она говорила не только с тяжелым русским акцентом но она и говорила с ужасными ошибками я считаю что в школе где учатся дети это недопустимо это недопустимо по отношению к детям это недопустимо по отношению к ней самой потому что ну в классе учатся дети из разных слоев у этих деток есть родители профессора есть культурные работники есть актеры есть писатели есть носители языка которые великолепно знают язык и говорят на высоком языке и когда дети слушают вот этот русский акцент да еще и неправильно с ошибками когда человек преподает допустим преподает математику а не язык но что происходит на уроке вы можете себе представить дети просто прикалывались над ней писали друг другу записки это учитель встается объектом насмешек также как в этот раз к сожалению либерман стал объектом насмешек он кстати из-за своего вот этого тяжелого акцента всю жизнь является объектом насмешек пусть он даже говорит правильно он не допускает ошибки вывориться ну вот например не так давно мои друзья позвали меня в театр гешер на спектакль как ни странно на тургенева но мне был интересен режиссер интересно была сама постановка и постановка была просто великолепная мы когда слышим чехов тургенев как мы себе сразу представляем как может быть сделана мизансцена да как может быть оборудована сцена ну где-то там на заднике может быть очередной вишневый сад какие-то мещанские столики стульчики как это обычно всегда происходит да эти костюмы а здесь вот люди творческие художники меня поймут представьте себе темный глубокий синий цвет в нем сделана вся стен вся сцена и пол и стены глубокий синий цвет без оттенков и белые элементы это там белый графин два белых стула которые повернуты друг другу или они спинками повернуты друг другу да вот символы все сразу становится понятно это очень красиво безумно красиво и всех актеров он одел в белые майки женщины были в юбках тоже синие то есть весь низ был у всех синий футболки майки блузы были белого цвета невероятная эстетика и потрясающая постановка я вообще сказал ребятам я говорю если так мне преподавали тургенева я бы знал всю школьную программу наизусть и с удовольствием бы учил вот и вот у вас часто бывало ли у вас так когда вы сидите на спектакле и вам безумно нравится игра актеров безумно нравится как сделан спектакль сцена свет звук музыка обалденно сюда это можно сравнить я не знаю но вот если кто прыгал или поднимался на парашюте когда первые несколько секунд есть какой-то страх но потом мандраж проходит и ты начинаешь просто наслаждаться процессом да и вот точно так же происходит на спектакле что ты забываешь даже где-то находишься ты весь там в спектакле потрясающий еврит спектакль на еврите и тут звучит какая-то фраза реплика от достаточно известного актера саша демидова такое ощущение что тебе взяли и парашютные вот эти тросы отрезали ножом и ты плюхаешься в это кресло и ты соображаешь что ты в кресле сидишь в театре все испорчено все я не знаю почему у саши демидова до сих пор такой же тяжелый русский акцент и неужели не режиссеру не постановщику никому не бьет это по ушам рядом с красивым евритом и великолепным произношением тяжелая форма акцента саша демидова все то есть я уже не наблюдаю за тем что происходит на сцене мне бьет мне режет по уху этот сашин акцент кто-то мне сказал что припомнил мне что в габиме да актеры габимы но габиму спектакли я смотрю иногда периодически я вижу эти спектакли и да у старого поколения актеров есть этот акцент но это даже не акцент было у того поколения актеров свое понимание как нужно правильно говорить на иврите правильное произношение когда-то в каком-то видео уже говорил это тот иврит на котором говорил шимон перес но это не русский акцент нет это определенная мелодия языка определенный ритм языка это совершенно другое я даже не знаю я не могу это изобразить насколько нужно быть глухим ну господа вы же когда изучаете язык но никто не требует от вас сто процентов избавиться от акцента но тем не менее вы же слышите как произносится слово лё не лё не ло вы же слышите вы же гомо сапиенсы или вы просто гомо а сапиенсов там нет потому что все таки разумные если вы разумные вы должны слышать как это произносят другие это бьет по уху это неприятно поэтому я считаю недопустимым слышать этот жуткий акцент не в школе не в театре не тем более с трибуны нашего парламента вот это мое мнение вне всякой связи с политикой и вне всякой связи с тем по какой причине это было сказано ли берману конечно форма была отвратительная и причина была отвратительно но тем не менее это правда к сожалению большое количество русскоязычных израильтян не знаю кто они кем они являются пофигистами наглецами если честно да я считаю это наглостью наглостью и неуважением язык если вы говорите с жутким акцентом я повторяю неважно с каким с русским марокканским французским невозможно то что вы хотите донести слушателю воспринять серьезно всем спасибо пока бай бай